всем привет недавно на наш рынок екатеринбурга с помпой зашел астраханский застройщик и в районе академический строит новый жилой комплекс под названием амундсен два ролика на эту тему я с павлом репиным уже снял кто не видел бегом по ссылочке и смотрим это очень интересно нигде еще пока информации про жека амундсен нету несмотря на море рекламы поэтому ребята все посылочки бежим смотреть ну а сегодня вы здесь чтобы посмотреть разбор планировки из этого самого жека амундсен сегодня разбираю двушку точнее двушку с приставкой евро евро двушка общей площадью 61 квадратный метр давайте посмотрим как она выглядит что нам предложит астраханский застройщик может быть они уже наконец в планировке так сказать скажут новое слово поехали смотреть ребята прежде чем начать смотреть разбор этой квартиры подпишитесь на канал нажмите на колокольчик и вы будете получать уведомления о следующих моих полезных видео возможно вы там обнаружите ту самую квартиру которая вам подойдет и возможно вы ее купите но сейчас приступаем первое давайте предположим для кого эта квартира строилась проектировалась раз это двушка плюс кухня-гостиная значит мы можем предположить что эта квартира для семьи с одним ребенком мама папа ну и допустим вот симпатяшка девчонка то есть должна быть детская спальня для родителей и общее пространство давайте смотреть что тут получилось начну со входа традиционно то есть прихожая если мы посмотрим на прихожую то первое что бросается в глаза это гардероб все любят гардеробы и конечно это большой плюс дальше тут же из гардероба и ванная комната и это не есть плюс потому что вход из прихожей второй не плюс это то что нету отдельного санузла все-таки когда появляется семья то есть еще один дополнительный человечек желательно когда санузел отдельно ну просто-напросто представьте себе что кто-то занял санузел а вам нужно принять душ ну вот сидел сидишь и ждешь что называется или наоборот кто-то принимает душ а тебе срочно срочно прямо вот надо бежать приспичило так что не могу сказать что это какой-то супер положительный плюс этой квартире дальше идем у нас получается коридор из которого мы заходим в спальню и в детскую комнату и уже только потом в общее пространство я ребята всегда говорю что квартира должна строиться следующим образом первое мы попадаем в прихожая второе мы попадаем в общее пространство куда мы можем пригласить гостей а уже дальше это приватная зона уж простите спальня и детская комната это те места куда мы бы не хотели заводить левых как говорится людей вообще чтобы при открытых дверях они видели что у меня кровать не заправлено то есть это тоже не очень есть хорошо общая комната что мне здесь не понравилось это то что комната имеет вытянутую форму да еще и неправильно то есть мы имеем множество углов и когда вы начнете заниматься оформительством этого пространства вы столкнетесь со множеством проблем у вас будут углы 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 загибы перегибы и оформлять это сложно то здесь уже нужно приглашать профессионала то есть дизайнера который понимает и знает как с этим работать что здесь еще не есть хорошо то что кухня находится в самом отдалении от окна то есть у нас некий тоннель с одним единственным окном с торца и света будет банально не хватать там где кухонный гарнитур и стол конечно же для нашего уральского региона это огромный минус ребята плюс здесь есть еще балконные перегородки с дверкой то есть не вся стена будет прозрачной какая-то часть это глухая стена соответственно попадание света и еще более ограничено в этой отдельно взятой комнате ну вот как то так дальше еще что не очень хорошо это то что детская находится прямо за стенкой от гостиной то есть телевизор сразу за стенкой кровать это значит что звуки и вибрация сквозь эту стенку будут проникать в детскую если мы предположим что здесь отдыхает маленький ребенок которому нужно спать в 9 часов вечера ладно пол десятого соответственно голос который раздается из телевизора будет ему мешать вот такая вот история это тоже не есть хорошо но в принципе их можно поменять местами со спальней то есть ребеночка туда подальше а ближе к гостиной это спальня вот так вот будет более правильно еще один из минусов что что нет мастер спальни как только появляется семья нужно сразу же думать о том где и как каким образом организовать мастер спальню это когда у родителей есть своя гардеробная или шкаф и своя ванная или санузел с душем то есть это очень удобно это ваш психологический комфорт и я всегда про это говорю с психологом недавно мы об этом говорили можно по ссылочке интервью посмотреть насколько это будет отражаться на вашем психологическом комфорте и вообще проживании в этой квартире если посмотреть по объемам по размерам комнат ну в целом неплохо если смотреть так сказать в общем контексте и в общей тенденции что сейчас на рынке происходит все-таки 60 квадратных метров двушка это очень и очень неплохо сейчас такие мелочевки строят что прямо уж аж прям страшно становится а здесь вроде бы ничего так что если здесь что-то подумать с планировкой и как-то поинтереснее может быть расположить то наверное что-нибудь да получится дорогие друзья в общем я свои сомнения высказал по этому поводу как эта квартира может выглядеть какие варианты здесь можно предложить а их можно предложить обращайтесь за консультацией всегда пожалуйста правда она платная но недорого так что ребята все для вас переходите там где ссылки в описании там вы найдете как можно заказать консультацию и перепланировку этой квартиры все для вас дорогие мои но пока подписывайтесь на канал жмите на колокольчик ставьте лайк да пребудет с вами муза всем пока